Новости. Новые детские сады, повышение зарплат, строительство дорог, спортивных комплексов и медицинских центров. Эти и многие другие темы были затронуты на ежегодной пресс-конференции губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Подводя итоги 2018 года, глава региона отметил, что сегодня важнейшей задачей краевых властей остается повышение зарплат ставропольчан. С 2017 года объем минимальной оплаты труда в крае вырос с 7800 рублей до 11280. Также в рамках исполнения майских указов президента в 2018-2019 годах зарплаты бюджетников увеличены на 4% ежегодно. По общим подсчетам на эти цели направили больше 3,5 миллиардов рублей. Сегодня президент обоставил четкую задачу, что уровень зарплат не может сокращаться. То есть если мы достигли полмедицины 183% зарплаты от средней зарплаты по экономике в Ставропольском крае, она снижаться не должна. Мы планируем, что на сегодня средний раз зарплат составит от 4 до 7%. И в ближайшую трехлетку мы уже заложили цифры для того, чтобы компенсировать этот рост. Один из первых вопросов, заданных журналистами, коснулся развития бизнеса на Ставрополье. Как известно, 2019 год объявлен годом предпринимательства. Поэтому бизнесмены ощутят значительную поддержку государства. Свыше 1 миллиарда рублей с федеральной и региональной казны. Вы знаете, предприниматель – это человек, который сегодня хочет работать сам, хочет развивать свое дело и хочет вовлекать в него людей. Вот моя личная цель – поддерживать людей, которые хотят работать. И поэтому мы порядка полумиллиарда рублей только с нашего бюджета выделили. Актуальная проблема нехватки детских садов будет постепенно решаться. Всего до конца 2021 года планируют создать 32 дошкольных учреждения. В них смогут заниматься 4,5 тысячи ребят. В этом году мы будем строить 6 детских садов, 4 будет ясно направление. В будущем году 12 и в 2021 году, по-моему, 9 мы запланировали. Только путем увеличения чисел детских садов можно победить эту проблему. Продолжая тему строительства, губернатор рассказал о новых объектах в сфере здравоохранения. На Ставрополье появится 4 новых медицинских центра. Сегодня в Краевой столице завершается работа над проектом онкологического центра и второго отделения Краевой больницы. Предполагается, что его начнут возводить в 2020 году. Кроме того, решен вопрос с кардиологическим центром, строительство которого может стартовать в 2021-2022 годах. 1 апреля 2019 года начнут строить детскую краевую больницу на улице Семашка. В нее будет вложено 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Не прекратится на Ставрополье и строительство дорог. Мы начинаем проектировать развязку перед Пятигорском, развязку на Иноземцево. Это очень важно и очень давно, наверное, ждут люди эту развязку. Она будет нам стоить где-то около 2,6 миллиарда рублей. И сегодня вопрос передачи земель идет в наш дорожный фонд и, соответственно, уже само проектирование. Если говорить о городе Ставрополье, конечно же, развязка Кулакова-Ленина, она уже давно, давно, давно просится. Сейчас мы ее пытаемся в нескольких уровнях спроектировать. Но, опять-таки, будет сильно дорогостоящий проект. На проведение капитального ремонта дорог будет направлено в три раза больше денег, чем в прошлом году. Особенно финансирование коснется ставропольских сел. Поговорили на пресс-конференции и о большом фестивале, который уже через пять месяцев пройдет в Ставрополе. Международная студенческая весна стран БРИКС и ШОС. Вместе с положительными эмоциями студ весна обещает оставить после себя обновленный стадион «Динамо» и надежду на тесное сотрудничество. Очень хочется заседание стран БРИКС и ШОС провести на Кавминводах. Для этого нужно большой задел в форме проведенных мероприятий. Мы об этом давно говорим, в 2020 году хотим провести, но нам нужно, видимо, еще пока что свое резюме, еще несколько мероприятий положить в папочку и потом провести это мероприятие на территории Ставропольского края. Тамара Гадумская, Никита Чуб, АТВ Ставрополь.